здравствуйте уважаемый любитель ножей зритель нашего видеоканала сегодня немножко поговорим про северные варианты ножей тем более на улице располагает для этого разговора ну что хочу сказать например на тот же например грибник из 9х с это несколько лет я потратил на то чтобы людей уговаривал где-то привозил веские доказательства что они вам эти ножи нужны и сейчас подошел тот момент что говорить принципе про него уже не надо то есть набралась критическая масса людей у которых это есть и их знакомые знакомые знакомых и так далее так далее и это привело к тому что на складе практически грибников ручной ковки из 9х с практически нет я сейчас хочу немножко немножко заостриться на вариантах ножей северной потом может быть тоже мне будет спасибо говорить многие говорят загребники так ладно в общем вот у меня здесь несколько ножков вот например да тоже ручная ковка здесь карельская березка вот такой вот ножичек раз вот такой вот небольшой нож на что хочу обратить внимание понимаете сейчас я возьму какой-то один чтобы больше скажем вот этот и вот здесь нож якутский ладно мы это все сейчас положим вот смотрите ну чем не грибник до грибник грибник но вот с такой рукоятью понимаете в чем дело мне сейчас по сути приходится людей уговаривать уговаривать быть счастливым возьмите вот такой нож во первых во первых вот все промысловые ну народа который занимается промыслом да все северные народы они у них у всех прямые рукояти будь то якутский вот наш русский северный нож а он нам ближе кто бы чего не говорил но ближе якутский нож он экзотичней куча споров вот вокруг него но по факту то вот он форму нас их разных много это я еще не раз покажу и понимаете в чем дело здесь вот так вот сделано да вот масштабом тоже сквозной этот нож он очень удобен для чего нож нужен на охоте кроме того что им обдирать зверя им там что-то скажем строгать да вот вот строгает он тут по моему видно да то есть очень даже было квадратный стал круглая вот но вот эта рукоять вот по сути да но то же самое грибником можно делать вот например сейчас мягко говоря не очень тепло на улице а если быть вещи называть своими именами то за 20 не тридцатка конечно но оптимизма это не добавляет и вот что у якута вот я сейчас показываю прикол вот я взял очки и не своя то что рукоять теплая вот сейчас лично мне что-то на улице комфортнее как любому нормальному человеку делать что-то в варежках и вот если вы будете это делать с рукояткой грибника ну понимаете да вот здесь я взял все и продолжаю что-то делать очень комфортное удержание пожалуйста то есть я могу хоть так хоть например порубить им да это я показываю эти не хитрые упражнения я собственно чего показывают а именно удобство работы этим ножом варежках и будьте уверены что грибником вот в таких варьбах в перчатках да но в перчатках вы замерзнете потому что греют когда пальцы вместе кто не верит ну у нас есть люди которые ходят от машины до метро и от метро до супермаркета вам могу сказать самые хорошие перчатки хуже плохих варежек вот и вот здесь я что хочу сказать вот эти вот рукояти они очень удобны если вы берете нож для использования экстремального и особенно в мороз это я сейчас показал ну ну что здесь там показывать вам там не знаю там изготовление лыж или там ремонт каких-то санок я образно показал насколько это удобно и комфортно вот берем следующий ножик берем якут в принципе в принципе тоже самое кстати ведь какой я якутик вот такой якутик прикольный я бы купил на вашем месте здесь видите здесь несколько есть несколько строго не другое идет да но вернемся до к обратному строго не ну преимущество якута только в обратном строго не зачистки плоскостей вот это я немножко вернусь я эту тему раз 100 уже размусоливал вот кстати вот для любителей якута какая красота рекомендую запомнить и купить возьмем другой то же самое о нож небольшой нож небольшой опять же смотрите работал варежки поверьте какая бы ни была теплая береста но если это сейчас на улице минус 20 не очень комфортно а минус 40 это вообще будет плохо видите я работаю абсолютно нормально то же самое понятно что обдирать зверя вы всего скорее будете голой рукой но что касается каких-то бытовых рим работ ремонта вот этот нож для для данных условий превзойдет практически любой здесь даже приводите не столько сам нож сколько форм рукояти и размер рукояти понимаете да вот в грубый такой вот варежки берем и им пользуемся никто я будет спорить что это неудобно удобно удобно же и причем рукоять должна быть все таки большая тоже вот нож просто и опять мы видим такую же рукоять да вот берем там ну и конечно очень хорошо здесь работает линза и ручная ковка вы даже вот вот вы ощутите вот вот он рез идет какой но про это я видео снимал 1 100 здесь я сейчас показываю удобство работы именно в мороз данными ножами поэтому название северный оправдывает процентов так на 400 и если вы думаете или нет покупать вам якута или не покупать тут я знаете как я с вами согласен якута якут вещь на любителя но вот эти ножи которым сейчас показал это русская северная классика именно для работы на холоде и кстати сталь что 9х с ручной ковки что у 8 ручной ковки морозы держат великолепно любой мороз держит на рубкость например 95 на очень сильном морозе она лопает она идеальная сталь когда тепло как только градусы к 30 она плохо держит мороз и дамаск в общем то тоже дамаск тоже так к морозу не очень а вот это то что я вам показал в общем если вы любители экстремальных походов зимой вам точно такие наши нужны мужики вот приобретете будет спасибо говорить а то что нож покрывается патиной это что это сталь скажем так ржавеющая ну это понимаете это фигня по сравнению со всем остальным кроме всего прочего эти ножи их еще и точить долго не надо вот представляете да вот есть там не знаю там тысячи отзывы про нож грибник из 9х с вот это в принципе то же самое но с прямыми рукоятями и я думаю знаете вот если у вас есть нож грибник он для обзирки для разделки а вот для каких то я не знаю там ну поехали вы на природу там шутки пожарить еще что-то поехали вы куда-то на снегоходе во первых и мы подрать зверя ну нет проблем он так ты теплый все и размерчик да но очень функциональная штука смотрите за счет рукояти универсальность хоть под левую хоть под правую хоть в варежке хоть без варежки в общем если у вас нет еще такого то надо если вы сидите дома на диване и в холодное время года на улицу не выходите то наверное не надо вам такой нож но а если любите там поездки на снегоходах так далее так далее спасибо будьте говорить всего доброго до свидания